Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня советник премьер-министра Израиля Ариль Бульштейн. Здравствуйте, господин Бульштейн. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, звоните также из-за рубежа код плюс 371 и пишите ватсап 230 6191. Вчера Иран осуществил ракетную атаку на базу США в Ираке. Вот как вы оцениваете этот акт? Сам Иран и стражи Иранской революции называют это ответом на убийство своего генерала. Нельзя выхватить только это нападение из цепочки событий. Эта цепочка началась не вчера и не позавчера и не началась с ликвидации кассы на Сулеймане. Началась еще в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция. И эта страна, бывшая вполне нормальная, цивилизованная, уж точно цивилизованная по меркам Ближнего Востока, превратилась в оплот исламистской революции. И надо, наверное, пару минут уделить природе этого режима и личности того самого кассы мусульмане, о котором так много говорят в последние дни, даже люди, которые годы до этого его имени не знали. Речь идет об архитеррористе, душегубеле и палаче, причем палаче в первую очередь своего собственного народа. Про таких людей часто образно говорят о том, что у них руки были по локоть в крови. Вот в отношении Сулеймани это явно андерстейтмент, то есть это бы его обидело. Они у него были в крови не по локоть, а уж точно по оба плеча. Его в Иране называли живым шахидом. Из этого имени уже, собственно говоря, и понятно, какова была его роль. Это олицетворение всей экстремистской идеологии этого режима. Он был архитектором экспансии исламистской за пределами Ирана. Недаром он возглавлял то самое пресловутое подразделение Аль-Кутс. Аль-Кутс — это именно та часть боевых, секретных во многом подразделений исламского режима, которые должны были вести террористическую подраздную деятельность за пределами Ирана. И надо сказать, что Сулеймани свои обязанности исполнял с точки зрения, естественно, его же режима. На отличное, даже более чем на отличное, выступая перед студентами в святом для шиитов в городе Ком, в 2011 году, еще до арабской весны и последовавших событий, сказал им следующую фразу. «Победы и поражения Ирана больше не определяются внутри Ирана. Мы расширили наши границы, и теперь мы влияем и определяем, что произойдет в Ливане, Сирии, Ираке». И он перечислил только часть стран, потому что один из основных векторов деятельности террористических бригад, которые он возглавлял, — это атаки на Израиль. Он проводил террористические акты против израильтян, против других граждан третьих стран в таких далеких местах, далеких от Ирана, естественно, как Болгария, как Таиланд. То есть это такой вот архитектор Мариарти наших дней. Только Мариарти возглавлял интернационал преступников, а Сулеймани, человек реальный, в отличие от Мариарти, возглавлял интернационал шиитских террористов. — Но его устранение, которое, как считают некоторые эксперты, спровоцировало дисбаланс и вообще нестабильность на Ближнем Востоке. На ваш взгляд, это было правильное решение Дональда Трампа? — Я хотел бы остановиться буквально на минуту на вашем вопросе. Эксперты, которые говорят о том, что это якобы нарушило баланс или создало дисбаланс, я такое впечатление, что они до этого считали, что Ближний Восток — это такой вот, знаете, зал для балов, в котором баланс правит, и всё спокойно. Они, наверное, жили в параллельной реальности, потому что тот же самый Кассен Сулеймани, в течение всех лет, прошедших с его назначения, а было это то ли в 1997, то ли в 1998 году, сделал всё возможное, чтобы никакой стабильности на Ближнем Востоке не было. И поэтому устранение такого человека — это, естественно, я не буду пребывать в иллюзиях, это не превратит Ближний Восток теперь в рай на Земле. Нет, конечно же нет, но это абсолютно оправданный шаг, оправданный уж, безусловно, с точки зрения Соединённых Статов, потому что он лично несёт ответственность за убийство многих сотен американцев. И с точки зрения Ближнего Востока это также оправдано, как устранение, например, кого-нибудь из нацистских преступников где-нибудь в 30-х годах. Я догадываюсь, что если бы в 30-х годах нашлась смелость у одной из цивилизованных стран того времени не заигрывать с нацистами, ожидая, что, может быть, пронесёт, а ликвидировать кого-нибудь из лидера нацистов, то, наверное, в 30-е годы раздавались бы такие же слова. Но это нарушает баланс, это может помещать теперь спокойной жизни в Европе. Конечно же, нет. Когда есть режим вроде иранского, а это режим наиболее близкий к нацистскому режиму 30-х годов по духу и по идеологии, только замешана в данном случае эта идеология не на расовом превосходстве, а на религиозном превосходстве. Так вот, когда устраняют одного из главарей такого режима, мне кажется, любой нормальный цивилизованный человек должен только поаплодировать. Ну, вчерашняя атака, и сейчас появились данные со ссылкой на CNN о том, что Ирак предупредил США о том, по каким именно базам и когда именно Иран нанесёт удары. Складывается впечатление со стороны, что Иран и США договорились, потому что удар был нанесён, но, по предварительным данным, ни один американский солдат не пострадал. Такое ощущение, что всё было рассчитано, чтобы все стороны в этой истории сохранили лицо. Вот как вы это оцениваете? Это похоже на правду. Это лишний раз показывает, что когда такой режим, как иранский, встречает реальную силу, причём силу, готовую применять свою военную мощь, как показали в данном случае Соединённые Штаты, то, несмотря на словесную браваду, такой режим в результате подчиняется силе. Это напоминает, извините за такое сравнение, на мой взгляд, оно абсолютно оправданно, напоминает такого дворового хулигана, который к слабым всегда пристаёт, потом начинает задирать сильного, но когда один раз получает по носу, то, конечно же, он и дальше рассказывает про то, как он будет грозой всего района, но на деле он перестаёт такой грозой быть. Это не только то, что вы привели в качестве сейчас подтверждения, а именно то, что очевидно, ни один американец не погиб в результате этой атаки вместе, но это и другие факты после того, как сегодня утром, сегодня ночью, произошли эти ракетные удары по американским базам, и после того, как иранское руководство успешило рассказать, что там погибло 80 американских солдат, что, конечно же, никакого отношения к истине не имеет, они точно так же опубликовали в своём официальном информационном агентстве «ФАРС» картинки, якобы картинки этих ударов. Вот блогеры уже нашли, что картинки старые и много лет. Часть этих картинок — это как раз-таки узраильские удары по террористам, другие картинки — это картинки примерно двухлетней давности других абсолютно атак в Ираке. Это лишний раз показывает природу пропагандистского характера подобного тоталитарного режима. Он ведёт себя, как любой тоталитарный режим. В данном случае в Иране ничего нового не придёт. Всё-таки хотелось бы вернуться ещё к Сулеймани. Вы назвали его террористом, сказали, что это мариарти нашего времени. И несмотря на то, что многие аналитики, в том числе, говорят, что в американском обществе сравнивают убийство иранского генерала с убийством Бен Ладена, но всё же есть, наверное, ключевое отличие в том, что Сулеймани был официальным лицом суверенного государства и члена ООН, и непризнанный террорист. Это, наверное, тоже важно подчёркивать в контексте события. Ну, давайте тогда вспомним действительно о том, что в 30-е годы нацистская Германия была точно так же уважаемым членом мирового сообщества. И если бы кто-нибудь тогда устранил, ну, не Гитлера, а Гиммлера, скажем, то, наверное, наверняка мы бы услышали таких же экспертов, которые говорят, как это абсолютно неприемлемо. Они при этом забывают, что режим, который правит в Иране, никогда международное право или вообще какие-либо международные нормы, просто цивилизованные нормы абсолютно ни во что не ставил. То есть, когда нужно, например, произвести атаку по израильским гражданам, взорвать автобус с израильскими туристами в Болгарии, то под руководством Сулеймани их из Бала это осуществляет. И те самые уважаемые или не очень уважаемые эксперты, которых вы упоминаете, они, конечно же, молчат. Они не говорят о роли Сулеймани, они, естественно, и не пытаются осудить его в Организации Объединённых Наций. И таких примеров можно привести многие-многие тысячи. Больше всего жертв, кстати, Сулеймани добился не в рядах тех, кого он объявляет своими врагами, как Израиль, например, а в первую очередь с иранцев. Он ответственный за подавление многочисленных волнений в самом Иране. И корпус стражи исламской революции, частью которого, наверное, самой элитной частью которого было его подразделение, регулярно подавлял такие вот выступления, в том числе и абсолютно мирные выступления иранских граждан. Поэтому тот факт, что он занимал официальную должность, да, конечно, занимал. Точно так же, как тот же Гиммлер занимал официальную должность в нацистском режиме. Мне кажется, что сравнение его с Бен Ладеном, которое вы упомянули, или, например, сравнение с Аль-Багдади, которое тоже сегодня можно услышать, оно, с одной стороны, имеет место на существование, право на существование, потому что по своему характеру исламский терроризм, исламистский терроризм абсолютно не отличается в его крайнем экстремистском суннитском проявлении, как, например, осуществлял ИГИЛ или Аль-Каида, от такого же экстремистского исламистского терроризма в иранском шиитском проявлении. Но нужно сказать, что Сулеймани, наверное, обиделся бы услышать такое сравнение, потому что он на ниве террора добился значительно большего результата, чем тот же глава Аль-Каида или глава ИГИЛ, отправленный американцами примерно в тот же самый ад, куда они сейчас отправились в Сулеймани. Поэтому Сулеймани, безусловно, фигура того же ряда, но значительно, с точки зрения терроризма, значительно более эффективная и успешная. Протестующие в Иране, помимо выкрикивания лозунгов «Смерть Америки», выкрикивали также и «Смерть Израилю». Насколько в отношении Израиля месть иранцев может быть реализована, если говорить, может быть, даже точечно или как-то иначе? Я не думаю, что те самые люди, которые выкрикивают там «Смерть Израилю», ждали именно устранения Сулеймани для того, чтобы выразить эту свою эмоцию. Они хотели бы видеть Израиль мертвым до уничтожения Сулеймани, без всякой связи с уничтожением Сулеймани. И более того, демонстрации под такими же лозунгами «Смерть Америки», «Смерть Израилю» там происходит абсолютно регулярно, начиная с того самого 79-го года, когда исламисты пришли там к власти. Поэтому такой запрос среди сторонников исламистской революции, безусловно, существует. Другой вопрос, что точно так же, как в рихах «Мы убьем 80 американцев», легко кричать «тяжело сделать», более того, опасно сделать, потому что тогда такой американский ответ, что мало не покажутся, примерно та же самая ситуация и с Израилем. Если бы была легкая возможность у Ирана осуществить эту угрозу, они бы ее наверняка давным-давно осуществили. Но они прекрасно понимают, что кричать про смерть Израилю легко, а вот осуществить это очень и очень тяжело. Даже попытаться осуществить это тяжело. И поэтому они, например, разработали гибридную методику нанесения ударов по Израилю, потому что с иранской территории боязно это делать. А вот, например, пользоваться услугами прокси-террористических организаций, таких как Хизбалла в Ливане или как исламский джихад в Газе, это с их точки зрения проще, потому что тогда и международному сообществу наверняка можно будет с точки зрения Ирана, можно будет сказать, ну это вообще не мы, это вот там из Ирана кто-то, извините, из Ливана кто-то или из Газа. Поэтому они действительно используют для того, чтобы нанести Израилю тот или иной ущерб, используют прокси-террористов, которыми они попытались окружить Израиль. Кстати, это тоже стратегия того самого Кассама Сулеймани. Он, собственно говоря, и придумал эту идею, вместо того, чтобы угрожать Израилю с иранской территории, и что и менее эффективно, и за расстояние между Ираном и Израилем, значительно выгоднее, с его точки зрения, было создать очаги террористической угрозы для Израиля прямо на израильских границах. И это частично, опять-таки, надо в данном случае сказать о безусловном таланте этого душегуба, а у него это во многом получилось стараниями Ирана. На территории Ливана сегодня главной действующей силой является террористическая организация Хизбалла. Ее 150 тысяч ракет, которые по большей частью предоставлены Ираном, направлены на Израиль. Это с севера. С юга есть такая же угроза, меньшая по масштабу, по числу ракет из сектора газа. Ее также поддерживает Иран, в первую очередь, финансируя Ислам, частично финансируя КамАЗ. И примерно подобные же попытки тот же Сулеймани предпринимал на территории Сирии, пытаясь и там создать плацдарм для потенциальных актов Ирана на израильных. На ваш взгляд, эта история, вот это обострение закончилось ударом Ирана по пустым, судя по всему, американским базам, или последует ответ США, и, в общем, мы сейчас находимся только в самом начале, вот этой конкретного стрейфазы. Как вы можете спрогнозировать, и можно ли здесь сделать какой-то прогноз? Прогнозы на Ближнем Востоке нужно делать весьма и весьма осторожно, потому что то, что может показаться весьма резонным и даже рациональным сегодня, буквально через несколько часов может перевернуться на 180 градусов. Тем более, учитывая то, что иранский режим с одной стороны, безусловно, ведет себя рационально, то есть ощущает страх, например, перед более сильным соперником, но с другой стороны, не забывайте о том, что он движим фанатической, такой вот с фанатическим стремлением к экспансии и к уничтожению других, которых он считает неверными. Поэтому точные прогнозы я бы в данном случае о тактическом ходе событий я бы не стал делать, но судя по очень и очень минорной реакции Ирана, вопреки риторике, которую мы слышали из Ирана, абсолютно понятно, что Иран таким образом сигнализирует Соединенным Штатам, мы бы не хотели сейчас ввязываться в полуоценную войну. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, вы также можете нам звонить, у нас есть звонок. Да, только что был сорвался, напомним еще раз, номера ватсапа 230-6191. Да, мы слушаем вас, задавайте вопросы. Добрый день. Да, Ларис. Оставим в покое пока Восток. Вот разбомбили Сербию натовские войска, да? Если сейчас вдруг сербы соберутся с силами и начнут убивать конкретных людей, которые их бомбили, в отместку за то, что когда-то разрушено их государство, что вы тогда скажете? Спасибо. Да, насколько это сравнение корректно? Сравнение, конечно, что абсолютно неправомочное, но я не слышал никого в Сербии, который пытался бы даже говорить про такую гипотетическую идею. Зато тегеране говорят про идею уничтожения других дельно и ночно. Вот радиослушница, которая задала этот вопрос, она вряд ли слышала подобного рода идеологию из Белграда. Уничтожить кого-то, смерть Соединенных Штатов, смерть Израиля, еще кому-то смерть. Так не принято говорить в цивилизованном мире, так не принято думать в цивилизованном мире. А вот почему-то тегерану сходит с рук то, что оттуда мы от официальных лиц, абсолютно официальных, уж безусловно, включая того самого покойного Касама Сулеймани, слышали в течение десятков лет обещание уничтожить другие государства. Не, знаете, как принято в нормальном обществе критику, да, критиковать можно кого угодно. Не пожелание, чтобы другое государство изменило свою политику, а открытую угрозу и даже намерение. Мы вас всех уничтожим. Вот это колоссальная, гигантская, цивилизационная разница между режимом, который правит в Тегеране, который видит в других дьяволу и сатану, которых нужно уничтожать, и любым другим государством, которое время от времени попадает в ту или иную конфликтную ситуацию. Еще звонок, да, у нас. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Добрый, добрый, добрый день. Да, как вас зовут? Олег Николаевич, хотел бы вот задать вашему интервью вопрос. Почему вот он так сравнивает вот как бы то, что с его стороны плохо, с другой стороны хорошо? Да, какой у вас вопрос? Не совсем поняли его. Да. Почему считает ваш коллега, что если вот, скажем, в одной стороне это хорошо, то в другой стороне это плохо? Да, я понял мысль. Речь идет о том, что почему, условно говоря, Израиль может говорить об Иране нехорошие слова, а Иран об Израиле это делать не может. Ну, я попытался так просто этот вопрос перевести. Ну, начнем с того, что Израиль не говорит про Иран как по страну никаких нехороших слов. Более того, Израиль абсолютно не рассматривает иранский народ в качестве врага. Более того, у Израиля нет никаких требований или претензий к Ирану, кроме одного, послушайте сейчас его, пожалуйста, внимательно. Это претензия следующего рода. Не пытайтесь нас уничтожить. Если кто-то считает, что это нелегитимное требование к Ирану, то мне не о чем с таким человеком разговаривать. В отличие от этого, для того, чтобы показать нашему радиослушателю Олегу Николаевичу, что нету тут равенства и паритета между Израилем и Ираном. Иран заявляет о стремлении Израиля уничтожить, стереть лица земли с карты мира. Израиль не только не думает про такие мысли в отношении Ирана, но у него нет вообще никаких претензий к Ирану. Ни территориальных, ни экономических, никаких либо других. Для нас это просто еще одна страна на карте мира, да и Бог счастья. Но если эта страна заявляет о необходимости нас уничтожить, если эта страна пытается эти намерения притворять в действительность, будь то посредством терроризма или пытаясь заполучить ядерное атомное оружие для того, чтобы его против Израиля использовать, как говорят сами лидеры этой страны, то в этом случае, извините, но вот с таким подходом мы жить в мире не можем. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Еще раз, Олег Николаевич. Вопрос был не о том. Спасибо, что ответил оппонент. Хорошо. Но вопрос был о другом. Вот почему он сказал, что Соединенные Штаты имеют возможность диктовать какое-то... какие-то свои видения мира другому сообществу, а Иран не имеет. Вот какая разница между тем, что Иран там какое-то мусульманское государство, а вот Соединенные Штаты какой-то другой государство. В чем проблема? То есть, имеет ли право Иран на экспансию? Вот это, я так понимаю. Я не хочу судить Иран. И мне кажется, что тот факт, что Иран не имеет права на экспансию, это не мои слова, это слова всех международных хартий и так далее. Но дело не в этом. Никто же не утверждает, что именно за экспансию, за попытку поработить Ирак, Сирию, Риван, Пакистан, некоторые другие страны, что именно из-за этого Соединенные Штаты ликвидировали Касама Сулеймани. Они не из-за этого его ликвидировали, они ликвидировали его потому, что террористическая деятельность, теракты, которые вот нельзя, никому нельзя устраивать, лишили жизни сотен американских граждан. Мне кажется, что в данном случае точно так же, как нужно, например, аплодировать Израиль, когда он ликвидировал в 70-е годы палестинских террористов, убивавших невинных израильтян, например, израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, как можно аплодировать Россию, когда она устранила террористов, совершивших те или иные террористические акты против российских граждан. Точно так же нужно аплодировать любой цивилизованной стране, которая уничтожает террористов. Тем более, что в данном случае, как утверждает Советник по национальной безопасности США, Сулеймани готовил и планировал осуществить в ближайшие же дни большой теракт против американских дипломатов. Я напоминаю еще одну вещь. Не забывайте о том, что за несколько дней до ликвидации Сулеймани, по его указанию, банк формирования шиитов в Ираке, в первую очередь Катаиб Хизбалла, которую возглавлял так называемый человек по имени Аль-Магади Аль-Маганди, устраненный, кстати, ликвидированный вместе с Сулеймани, осуществили нападение на американское посольство в Багдаде. Неужели вы ожидаете, что Соединенные Штаты после нападения на их посольство будут молчать? Естественным образом они ударяют по тому, кто это нападение организовал, кто дал указания про его проведение. Поэтому в данном случае нет никакого, кстати, двойного стандарта. Если бы другая страна вместо Соединенных Штатов была бы точно так же атакована, то нужно было бы оправдать и ее, когда она уничтожает лидера террористов. Ну еще одна разница, если, может быть, Олег Николаевич не понял разницу между Соединенными Штатами и Ираном. Я повторяю это еще раз. Иран заявляет, это его официальная политика, о необходимости уничтожения, по крайней мере, одной другой страны, легитимной страны Израиля. Никакая другая страна мира, а есть на нашей планете много стран, менее цивилизованных, более цивилизованных, менее культурных, менее развитых, более развитых. Они все очень разные. Но, насколько я помню, ни одна другая страна мира не угрожает уничтожением другим странам, кроме Ирана, что превращает Иран в абсолютно уникальный случай на нашей планете. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Да, Наталья, слушаю. Вы знаете, ну, каждый трактует в свою сторону. И мне страшно, когда политики, образованные люди, сиделят просто на белое и черное. Почему, если вы даже говорите, это нападение на посольство было, хотя нет никаких официальных подтверждений, и вообще в любом случае должно быть расследование, а не просто тупо взять из кармана пистолет и начать с кем-то расправляться. Но это в стиле Америки. И почему стали нападать на американцев именно в этом регионе? Почему такое нетерпение к ним? Наверное, американцы должны в первую очередь спросить у себя, а кто более опасен, на мой взгляд, обывателя, я полика от политики, но для меня американцы опаснее. И я вам скажу почему. Потому что они разгромили весь этот восточный регион, и сейчас в правительстве Америки стоят клоуны, но они, к сожалению, опасные, они веселые. Что хотим, то творим. И мне страшно, и самим американцам страшно от того, что творят их правители. Спасибо. Да, спасибо. Ну, такой эмоциональный комментарий. Я не адвокат Соединённых Штатов, и Соединённые Штаты неуполномачивали меня представлять их позицию. Но вопрос по меньшей мере странный. Давайте вернёмся к началу вопроса радиослушности. Она говорила о том, что нужно проводить расследование и неправомочно вот так вот брать в руки пистолет и убивать главаря террористов. Надо проводить расследование. Это, конечно же, не наивная фраза. Это фраза, которая рядится только в наивности. Да кто же вам позволит осуществлять расследование против того, кто осуществляет государственный терроризм? Ну и ещё одна. Вот 4 июня, извините, не 4 июня, а в конце мая 1942 года атака на нацистского преступника Райнхарда Гайдриха. Гейдриха его обычно по-русски называют. Отправила его на тот свет. Это был такой же Касым Сулеймани, только нацистского режима. И нападение на него, его устранение, которое было тогда организовано спецслужбами Великобритании с помощью чешского подпорья антинацистского, естественно, эта ликвидация была сделана, как сказала бы наша радиослушница, без всякого суда и следствия. Ну вот она против того, чтобы чёрным и белым называть. А я за. То, что отправили на тот свет тогда рейхспротектора Богемии и Моравии от нацистского режима Райнхарда Гейдриха, это безусловно положительный факт. Жалко, что не сделали это раньше. Без суда и без следствия. Ну, после этого были уничтожены полностью две деревни в Чехии со всеми мирными жителями. А до этого, вот это немножко напоминает, знаете, как раз то, что происходит и сейчас, когда говорят, ну что же сейчас Иран сделает что-то такое ужасное. А когда Иран, тысячи людей на Ближнем Востоке. Знаете что, не американцев. По мнению радиослушницы, которую мы слышали, американцев можно убивать. А чем провинились иракцы? Чем провинились сотни тысяч сирийцев, которых иранские различные шиитские формирования отправили на тот свет? Их можно? Их не убивали до того, как ликвидирован Касем Сулеймани? На ваш взгляд, Трамп пойдет дальше, учитывая, что все-таки Иран осуществил атаку на американские базы. Трамп ранее заявил, что если наши люди и наше имущество пострадает, то у него есть 52 цели в Иране, по которым будет нанесен удар, включая, кстати, культурные объекты, потом от этих слов отказался. Но, тем не менее, на ваш взгляд, что может в этой ситуации сделать Трамп? Есть предположения? Мне кажется, что Трамп, вопреки тому имиджу, который пытается ему создавать его оппоненты, неважно, оппоненты внутри Соединенных Штатов или вне Соединенных Штатов, действует весьма и весьма последовательно. В частности, например, можно отметить в качестве положительного факта, что он один из тех редких политиков, который действительно свои предвыборные обещания пытался осуществить и во многом даже осуществил. Поэтому надо вспомнить его предвыборные обещания. Он, в принципе, против того, чтобы Соединенные Штаты являлись таким мировым полицейским. Он хотел бы увезти американские войска обратно в Соединенные Штаты, даже с Ближнего Востока, не желая тратить ни средства, ни жизни американских солдат на то, чтобы здесь поддерживать на Ближнем Востоке те или иные режимы. И поэтому, если бы иранское руководство не было движимо вот этим вот маниакальным желанием как можно быстрее распространять свою экспансию на дорогие государства, бить по Соединенным Штатам и по всем остальным, то очень может быть, что он бы действительно вывел бы все американские войска отсюда, не исключая, что как раз для Ирана это было бы серьезным подспорьем, потому что ясно, что американцы – это одна из многочисленных сил, которая способна иранскую экстремистскую экспансию сдерживать. Но в данном случае у Трампа естественным образом нет никакого выбора, как нет выбора у других глав стран, по которым наносят удар. Они естественным образом будут отвечать. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, все зависит от того, что дальше будет делать Иран. Если Иран не будет и дальше наглым образом осуществлять свои атаки по всем и всяк, то не исключаю, что Соединенные Штаты не будут пытаться дальше их атаковать. Вот Сергей спрашивает у вас в Фейсбуке. Считаете ли вы эти операции оправданными? Ну, вы, наверное, уже ответили на этот вопрос. И как вы относитесь к тому, что вместе с Сулеймани взрывом были убиты еще несколько человек? Девять человек, кажется. Ну, давайте напомним, кто были эти девять человек. Это были либо иранские солдаты, которые были там вместе с Сулеймани, либо представители иракской, шиитского банкформирования, Катаик, Избалла, в том числе лидеры этого банкформирования. Это то же самое банкформирование, которое нападало на американское посольство. И осуществило еще несколько атак. Кстати, за несколько дней до этого оно напало на одну американскую базу в Ираке и убило там гражданского контрактника. Таким образом, естественно, в данном случае не только нет вопроса о том, был ли уничтожен вместе с ним кто-то еще невинный, потому что невинных там не было, а скорее нужно в данном случае позавидовать, возможно, американцам, видят то, какая у них прекрасная разведка. Кстати, это нас наводит на мысль о том, что наверняка и в рядах исламистов есть очень много тех, кто поставляет американцам информацию, потому что обратите внимание, как точечно они произвели эту ликвидацию, и тут они отслеживали Сулеймани, который прибыл туда на самолете, зная абсолютно точно, когда он прибудет, каким рейсом он прибудет, откуда он прибудет, зная точно, как он выезжает из аэропорта, на какой машине и так далее. Это, кстати, лишнее подтверждение того, как цивилизованная страна умеет себя защищать, в том числе строя такую вот обширную разведывательную сеть, которая позволяет избежать невинных жертв. Кстати, хочу сразу сказать, что Израиль тоже сталкивается с такого рода дилеммой, очень часто отменяются ликвидацией террористов, на руках которых тонны крови израильтян и каких-либо других граждан, когда есть опасность, что вместе с террористами будут уничтожены невинные люди. Поэтому тот факт, что в данном случае американцы провели эту ликвидацию без гражданских жертв, стоит этот факт отметить и, повторяю, и поаплодировать. Спасибо. Ариэль Бульштейн, советник премьер-министра Израиля, был с нами на прямой связи. Сегодня в программе «Абонент доступен». Благодарим вас. Ну а мы продолжим. Программа «Болтком онлайн». Будем обсуждать эту ситуацию дальше вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова